Вас снова приветствует канал VideoNews и мы снова публикуем видео об интересном вокруг нас. В канун наступающего нового 2019 года нашему каналу очень хотелось бы как-то оригинально поздравить наших подписчиков и пользователей с праздником. Пожелать всего самого наилучшего и отметить, что мы с вами довольно информативно и познавательно провели год уходящий. Ничего оригинального на этот счет на ум не приходило. И вот идею нам как всегда подкинули вы, дорогие наши зрители, подсказав об очень-таки даже и новогодней теме, которую мы сегодня и осветим в данном видео одновременно с нашими поздравлениями. В этом выпуске мы расскажем вам о планетарной туманности, которую в русскоязычных источниках называют елочной или новогодней игрушкой. В англоязычных источниках данная туманность указывается только лишь под каталогизационным обозначением из нового общего каталога, как NGC 2022, без собственного имени или названия. А очень зря. И дело вот в чем. Мало того, что по своей форме она действительно очень похожа на оригинальную новогоднюю елочную игрушку, так еще выдающийся англо-немецкий астроном Уильям Гершель и открыл ее в канун новогодних праздников. Случилось это 28 декабря 1785 года. Туманность елочную игрушку легко можно обнаружить на ночном небосводе как северного, так и южного полушария в направлении созвездия Ориона, чуть выше мнимой прямой проведенной от Бетельгейзы или Альфы Ориона, к двойной звезде Меиса или Ламда Ориона. Туманность хорошо разрешима даже при наблюдении за ней в телескоп с апритурой от 150 мм на прямом восхождении в 5 часов 42 минуты между 6 и 7 секундами и в северном склонении в 9 градусов 5 минут между 10 и 11 секундами. Как ни удивительно, но невзирая на свою приметность и хорошую наблюдаемость на небосводе, елочная игрушка продолжает оставаться одной из самых малоизученных туманностей. Из того, что известно сейчас о ней, так это то, что она является классическим объектом с двойной оболочкой, внутренняя часть которой, по-видимому, была сжата быстрым ветром центральной звезды, видимой на уровне примерно 16 величины. Как всегда бывает в подобных случаях, расстояние до туманности на данный момент остается очень неточным. При декларируемых 8000 световых лет внутренняя оболочка, а это около 20 угловых секунд в диаметре, может достигать в ширину до 0,8, а внешне до 1,1 светового года. В результате испускания ионизирующего излучения центральной звездой, проходящего через двойную оболочку, обнаруживается еще и огромная внешняя третья оболочка наблюдаемым диаметром около 88 угловых секунд. А это более трех световых лет в реальной величине. Как видим, третью оболочку хорошо захватил телескоп из обсерватории Лика, в отличие от своего космического собрата Хаббла, который на своем снимке ее почему-то не зафиксировал. Вероятно, это гораздо более раннее вещество, потерянное на начальных этапах сброса звездой своей оболочки. Химический состав туманности вроде бы ничем и не примечателен для таких случаев, однако последние исследования предполагают высокое содержание углерода. Поскольку внутренняя оболочка елочной игрушки расширяется со скоростью примерно в 26 км в секунду, то горячая центральная звезда, температура поверхности которой оценивается в 108 тысяч кельвинов, вероятно, все еще находится в состоянии нагрева остаточными термоядерными реакциями. Высокая температура светила приводит к обилию дважды ионизированного гелия в его атмосфере, что способствует довольно высокой общей балометрической светимости, превышающей солнечную минимум 10 тысяч раз. Вероятно, сейчас центральная звезда, масса которой примерно составляет 60% от солнечной, близка к точке максимального нагрева, после чего она будет охлаждаться и тускнеть, как зарождающийся белый карлик. Сейчас возраст елочной игрушки, исходя из ее видимой величины и скорости расширения внутренней оболочки, оценивают примерно в 5-7 тысяч лет. Она была образована проэволюционировавшим красным гигантом с массой около 2-3 масс Солнца, который сбросил несколько этапов в свою оболочку. Отмечается, что елочная игрушка в привычном нынешнем своем виде сможет поздравлять землян с наступающими новыми годами еще примерно на протяжении 10 тысяч лет, после чего перестанет быть видна вследствие рассеивания. Как и туманность елочная игрушка, канал Видеоньюз поздравляет всех своих подписчиков и пользователей с наступающим новым годом. Кроме самого необходимого в нашей земной жизни, мы желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, мира и бесконечного добра. Будьте в новом году с нами, вместе мы сможем познавать непознанное и получать и далее новые знания в области такой прекраснейшей и интереснейшей науки, как астрономия. Смотрите неизменно нас в ютубе, ставьте лайки, комментируйте увиденное, ну и подписывайтесь на наш канал. Всех вас с новым годом! Субтитры делал DimaTorzok